Продолжение следует... В начале выпуска коротко о главном. Можно ли верить главе Нацбанка, исключающего повторную девальвацию? Акимат города Уральский и областной филиал Национальной палаты предпринимателей сегодня подписали меморандум. Формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением уровня гражданского правосознания занимались сегодня в Уральске. Глава Нацбанка Казахстана исключил повторную девальвацию. Сегодня Карат Килимбетов давал пресс-конференцию в Астане. Главной темой обсуждения по традиции стал вопрос, стоит ли ожидать повторной девальвации. Чиновник заверил, что поводов для беспокойства нет. И добавил, что будет дальше происходить с мировой экономикой, зависит не от Национального банка. Мировые цены на нефть снизились почти до 80 долларов после перенасыщения рынка нефти. При этом Вашингтон впервые за 40 лет разрешил экспортировать сырую нефть, нарушив тем самым собственный запрет. Аналитики полагают, что цена за баррель может упасть до 70 долларов. Согласно экспертным оценкам, именно резкое падение цен на нефть разрушило социальную стабильность в СССР, в результате чего произошел распад страны. А казахстанский бюджет также сильно зависит от цен на нефть. Именно поэтому появились слухи, что тенге упадет еще раз. На этот раз до 210 тенге. Но Килимбетов это опроверг. Сегодня резервы страны превышают 100 миллиардов. Это большой и огромный запас прочности, который намного больше, чем в относительном и в абсолютном выражении, чем в других странах, и позволяет нам спокойно смотреть в будущее. Также Килимбетов ответил на вопрос о своей отставке в случае девальвации. Представители СМИ спросили его, если вновь случится девальвация и народ вновь окажется обманутым, вы продолжите занимать должность руководителя Нацбанка? Килимбетов уклонился от прямого ответа. Да, он рассмеялся и лишь напомнил о причинах, которые сначала побудили Нацбанка отрицать девальвацию, а потом провести ее. Тогда не было санкций вокруг России. Цены на нефть были свыше 115 долларов за баррель. Дальнейшие ослабления европейской и китайской экономики говорили о том, что валютная корректировка должна быть проведена с запасом прочности, сказал он. Вот этот запас прочности, он создан. Что будет дальше происходить с мировой экономикой, зависит не от Национального банка. Поэтому вот это вот мой ответ на ваш прямой вопрос, как это относится к тому, являются ли все эти решения, принятые правильными или нет. Рейсы в аэропорту Уральска возобновятся уже 15 ноября. Как сообщили в Министерстве инвестиций и развития, усиление взлетно-посадочной полосы аэропорта города Уральск позволит ему принимать такие современные самолеты, как Boeing и Airbus. В результате ремонта полоса была усилена цементно-бетонным покрытием толщиной 30 сантиметров. После завершения второй очереди реконструкции длина полосы будет увеличена. По обе ее стороны будут сооружены боковые полосы безопасности шириной 7,5 метров каждая. К тому же на аэродроме планируется заменить светосигнальное оборудование. Это позволит принимать самолеты даже в условиях ограниченной видимости. Реализация всех мероприятий позволит к 2015 году довести параметры аэродрома Уральска до соответствия требованиям Международной организации гражданской авиации. Добавим, что Уральский аэропорт является частной компанией и существует только на собственные доходы. А полная реконструкция взлетно-посадочной полосы требует 15-20 миллионов долларов. Как сообщили в профильном ведомстве, государство выделяет деньги только на ремонт полос, которые входят в собственность государства. Акимат города Уральский и областной филиал Национальной палаты предпринимателей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и взаимодействии по вопросам поддержки развития предпринимательства. Цель меморандума – совместные согласованные действия по формированию институционной основы для развития предпринимательства города путем организации диалоговой площадки между властью и бизнесом. Марина Горбук подробнее. После подписания меморандума Аким города отметил, что одним из наболевших для предпринимателей является земельный вопрос – оформление документации на земельные участки. Для его решения каждый вторник представители 15 организаций, согласовывающие земельные отношения, готовы ответить на вопросы предпринимателей. Со времени открытия данного центра с марта месяца по текущий день оказано услуг свыше 7300 наших предпринимателей, нашим горожанам. То есть, это проделана очень большая, огромная работа. Как раньше, наши граждане не будут бегать по всем инстанциям, по всему городу, которые находятся в различных частях города, а придут в одном месте и по принципу одного окна здесь получают услуги. Сегодня мы обсудили эти вопросы. Подпишем меморандум о взаимопонимании со стороны Акимата города Уральска и Национальной палаты предпринимателей нашего региона. Задача поддержать малый и средний бизнес. Совместное рассмотрение и решение наиболее актуальных проблем предпринимательства и выработки системных мер по повышению конкурентоспособности отечественного бизнеса входит в цели и задачи меморандума. Та поддержка, которая оказывается государством, она просто неоценима, можно сказать. Совершенно недавно, когда встречались в АТРАУ с представителями торговых палат Российской Федерации региональных, они просто сами удивлялись, как у нас активно идет спорта. Миры поддержки принимаются со стороны государства. Хотелось бы выразить надежду, что и вот этот сегодняшний даже меморандум, который подписан за городским Акиматом, это еще один шанс предпринимателей самим активнее включаться в развитие бизнеса. Для реализации поставленных задач предусматривается создание консультативно-совещательного органа при местных государственных, где представителей бизнес-сообществ будет не менее 50%. В области увеличилось число лесных пожаров. Об этом заявил на брифинге руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангельда Давледжанов. Также он заявил, что в регионе было высажено 69 тысяч деревьев. Арман Копняев с подробностями. Как отметил Мангельда Давледжанов, охрана лесов от пожаров остается одной из важнейших задач подчиненного ему управления. На протяжении 2000 километров были устроены минерализованные лесные полосы. На 95 километрах вырубили квартальные просеки и отремонтировали почти 100 километров дорог лесохозяйственного назначения. В 2014 году допущено 14 пожаров на общей площади 376,6 гектаров, в том числе лесопокрытым 133,6 гектаров. По сравнению с 2013 годом количество пожаров увеличилось на 10 случаев. На территории лесных питомников ежегодно выращивается для озеленения 150 тысяч штук саженцев. В этом году учреждениями области реализовано 145 тысяч саженцев, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. 69 тысяч деревьев было высажено. В Акжаевском районе высажено 3600 штук саженцев. Из них в парке при въезде в поселок Чапаево и в парке «Мир природы» дополнительно посажено 285 саженцев. В поселке Джампита Сарымского района открыта аллея ветеранов славы. В поселке Булан открыта аллея юных туристов, в которых высажены саженцы тополя и березы. Остановился руководитель управления и на проблеме мусора. В рамках акции «Чистые берега» по области было вывезено 1300 тонн мусора. Но городу необходим новый полигон по хранению твердобытовых отходов. Полигон полностью принадлежит городу, городскому Акимату. Но тем не менее мы с ними держим связь. Сейчас планируется проект смертной документации. Последняя встреча с Акимом города, он тоже нацелен, чтобы строить новую полигону в городе Уральск. Это по полигону нашему. Конечно, надо приводить порядок. Роман Копняев, Айбула, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Печально, но факт. Платить за услуги люди привыкли не только представителям частных организаций, но и госслужащим. Коррупция и взяточничество являются бичом многих государств. Причем провоцируют коррупцию как граждане, так и сами госчиновники. В Уральске сегодня была организована диалоговая площадка, целью которой стало формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение уровня гражданского правосознания. Присутствовал там и наш корреспондент Марина Горбук. Проблема коррупции в Казахстане стала наиболее актуальной. Случаи взяточничества наблюдаются постоянно. Чиновники берут взятки, не задумываясь о последствиях. Судьи, сотрудники правоохранительных органов, врачи, сотрудники вузов, представители этих профессий попадают в число тех, кто за кругленькую сумму готов обойти стороной закон. Эти и другие проблемы поднимали в ходе кругового стола, в котором приняли участие представители политических партий, управление внутренней политики, сотрудники полиции, представители государственных организаций. Собрали именно политические партии и общественные объединения для того, чтобы узнать их мнения и предложения. И собрать в этом плане, чтобы объединить их усилия, вместе бороться с этим злом коррупции. Как отметил президент Казахстана Нурсултан Азарбаев, борьба с коррупцией – дело всего казахстанского народа. Только правоохранительными органами, силами государственной службы и контролирующих органов мы этот вопрос не решим. В этом процессе должен участвовать весь народ. Гражданский альянс Западной Казахстанской области с начала года при поддержке Акимата области, управление внутренней политики проводит работу по повышению уровня информативности граждан в участии в развитии места самоуправления. Мы выступаем за то, чтобы граждане активно вовлекались в этот процесс, потому что они сами каждый день сталкиваются с этими вопросами благоустройства, вопросами жилищно-коммунального хозяйства, дорог с подъездами, поэтому они сами должны принимать в этом непосредственно участие. Мы к этому призываем. И к тому же можно сказать, что это будет являться одним из важнейших аспектов успешной борьбы с коррупцией. Проведение подобных заседаний, возможно, мало поможет решению проблемы напрямую. Главное – донести идею до граждан о том, что их роль важна. В первую очередь от гражданской сознательности во многом зависит процветание или же наоборот искоренение той самой коррупции. Люди должны помнить о том, что они вправе защищать и отстаивать свои интересы и не идти на поводу у недобросовестных чиновников. Марина Горбук, Дурент Исимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западной Казахстанской области подходит к завершению работы по газификации и водоснабжению сел, запланированной на этот год. Еще 13 тысяч сельчан получат газ и 10 тысяч воду. О том, как дорого обходится государству благо цивилизации, расскажет Антон Киселев. Почти 3,5 миллиарда тенге в начале этого года были выделены из бюджета на газификацию 23 сел Западно-Казахстанской области. По 6 в Акжаикском и Сырымском районах, 5 в Каратубинском и по 3 в Чингерлаунском и Интеректинском районах. По факту это почти 13 тысяч человек. По области общей населенных пунктов 444 сельско-населенных пунктов. На данный момент подключено 242 населенных пунктов уже к газу. А вот в областном управлении строительства получить комментарии по ситуации с водоснабжением в сельских населенных пунктах нам не удалось. В управление нагрянула прокурорская проверка, и руководство учреждения стало не до нас. И это понятно, ведь последствия действий, происходящих в Можилизале, именно там прокуроры проверяют документацию, могут оказаться гораздо серьезнее нашего визита. Однако информацию найти нам удалось в этом году на то, чтобы у более чем 10 тысяч западных казахстанцев, проживающих в 7 селах, появилась вода, из бюджета было выделено более миллиарда тенге. Столько стоит 120 километров водопровода. Аким и Районов рассказали, что работы при конструкции объектов водоснабжения еще далеки от завершения. Издадут ли их в эксплуатацию до конца года, как и предполагалось по плану, неизвестно. У нас водопровод протяженностью в 27 километров строят в селе Каратуба. Население 3451 человек. Работы еще не завершены, а в эксплуатацию объект будет сдан только после госкомиссии. Успеем ли до нового года, пока не знаем. По плану, до конца года должны управиться. И газ в воду уже почти провели, но люди еще работают. Подрядчики говорят, что до конца декабря закончат. Главное, чтобы до нового года и воду, и газ дали в дома. По заявлениям чиновников, процесс газификации водоснабжения в Западно-Казахстанской области идет без перерыва уже несколько лет. При этом освоение средств, выделенных из бюджета, стопроцентное. Но тем не менее, даже власти признают, набранные темпы пока не могут в полной мере удовлетворить потребности западно-казахстанцев. А потому села пустеют, а вышеуказанные программы газификации и водоснабжения становятся нерентабельными. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск и вот что вы увидите далее. Отток граждан в Казахстане значительно снизился с аналогичным периодом 2013 года. В Уральске стартовала информационно-разъяснительная кампания по реализации второго этапа программы «Народная IPO». О проблемах жителей поселка Сатовое расскажет Роман Копняев. В городе произошла страшная авария, в результате которой погибла 41-летняя женщина. Еще три человека пострадали. Они находятся в больнице. ДТП случилось на трассе, ведущей в поселок Деркул. Как известно, там до сих пор проводятся дорожные работы. Лада Гранта ехала в сторону Деркул, а КамАЗ поворачивал с улицы Конкина на улицу Шолохова. Пострадавших из искореженного автомобиля извлекли сотрудники оперативно-спасательного отряда. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика не включил сигнал поворота. Трое пострадавших взрослых и один ребенок. До года. Ребенок сразу же был доставлен в областную детскую больницу. На сегодняшний день он находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое. Из троих взрослых пострадавших одна женщина была доставлена в отделение реанимации областной клинической больницы. И через несколько минут она там умерла. Сколько лет? С 63-го года рождения. А двое из них, женщина тоже, с 79-го года рождения, она тоже поступила в реанимацию. Проконсультирована на сегодняшний день кардиологом. И сегодня ее уже переводят в отделение травматологии. Третий пострадавший мужчина, состояние его средней тяжести, он находится в отделении травматологии. Отток граждан в Казахстане значительно снизился с аналогичным периодом 2013 года. Об этом сообщает Департамент статистики по Западно-Казахстанской области. За 8 месяцев текущего года прибывших по международной миграции составило 154 человека. Выбыло 518. Как сообщают специалисты, уезжают в основном в страны СНГ. Львиная доля занимает Российская Федерация. Разбирался в вопросах миграции Олег Великий. Численность населения области на 1 сентября составляет 627 773 человека. Массового оттока граждан не наблюдается. По сравнению с прошлым годом прибывших сократилось на 24%, выбывших на 25%. Русские и украинцы в основном уезжают. Это почти 70%. Казахи – около 10%. Причин достаточно. Кто-то уезжает на учёбу, кто-то на ПМЖ. Есть те, кто возвращаются на историческую родину. Те, кто приезжают в нашу страну из-за рубежа, в дальнейшем об этом не жалеют. Например, Хусейн Фарис и Ким Дамика приехали в Уральск в прошлом году. Сегодня они уже адаптировались в нашем городе и назад пока не собираются. Казахстан мне нравится. У этой страны много перспектив. Конечно, жизнь здесь и в Нью-Йорке заметно отличается. Но мне здесь нравится. Бывает, меня на улице останавливает полиция, спрашивают документы. Это, конечно, правильно. Люди в Казахстане очень гостеприимны. Эта страна мне нравится. Хотя у меня были некоторые проблемы с получением визы. И это очень долгий процесс. Но теперь всё хорошо. Я работаю и обучаю детей английскому языку. И они очень старательны. Миграция в основном вызывается у человека желанием улучшить условия своего существования. И судя по статистике, в Казахстане эти условия не такие уж и плохие. Олег Великий, Алтамик Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске стартовала информационно-разъяснительная кампания по реализации второго этапа программы «Народное ПИО». В рамках кампании предусмотрено проведение 70 разъяснительных лекций и 400 презентаций в 25 городах страны. На одной из презентаций, которые организовали для работников сферы образования, побывал Роман Копняев. В течение двух месяцев брокеры инвестиционных компаний расскажут, как можно заработать на «Народном АПИО». Также с казахстанцами поделятся итогами предыдущего АПИО «Кастрансойла». Эта компания стала первой акцией, которой стали доступны всем желающим. Владельцами 35 миллионов простых акций компании «Кастрансойл» стали 34 тысячи казахстанцев. АО «Кастрансойл» выплатило дивиденды по простым акциям за 2012 год в размере 75 тенге за одну акцию, а за 2013 год по 109 тенге. Люди, участвующие в первой волне, это где-то порядка 34 тысяч человек, граждан Республики Казахстан, получили доход где-то в районе 79-80% годовых за эти 18 месяцев. Например, он купил на 100 тысяч, что он получил? Ну, кто купил на 100 тысяч, для примера, он где-то получил на сегодняшний день порядка 179 тысяч тенге за 18 месяцев. Вторая компания, которая выходит на Народное ПИО «КИГОК», флагман энергетической отрасли Казахстана, имеет в своих активах около 24,5 тысяч километров линий электропередач, в том числе высокого напряжения. 77 опорных подстанций, которые образуют национальную электрическую сеть. В Западно-Казахстанской области по программе Народное ПИО в первом этапе программы участвовало около полутора тысяч человек. Это были не только сотрудники Кастронсойла, это были даже, допустим, пенсионеры, которые имеют очень положительные результаты от этой программы. Подписка на акции компании начнется уже в ноябре. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Паром и ныне там. Жители поселка Садово с тревогой ожидают холодов. Тогда паром, на котором они добираются в поселок Асан, прекратит свою работу. Людям придется ездить в город на автобусе. В инспекции транспортного контроля отмечают, что вопрос строительства моста назрел уже давно. Но все дело в средствах, которые до сих пор не выделены. Экстремалы поневоле, так называют сами себя жители поселка Садовое. Отсюда до Уральска можно добраться двумя путями. На автобусе, который ходит три раза в день, или на пароме. Автобус едет до областного центра около девяти километров. Паром добирается за несколько минут. Цена проезда всего 25 тенге. Но людей волнует не это. А ежедневная опасность, с которой они сталкиваются, забираешься на самодельный паром. Мать четверых детей, Надежда Казанцева, уже не верит, что дело сдвинется с мертвой точки. Ужасно добираться. Прям отвратительно. Ни в больницу съездить, никуда вообще ничего не сделаешь. Он с детьми вообще невыносимо. Ни в обкружную, ни по речке вообще. А когда вот лед встает, как будет? Будем дома сидеть. Я говорю, ни в больницу съездить, ничего. Ни скорую даже вызовите элементарно, чтобы в обкружную съездить. Жители говорят, что исполнительные органы о их проблеме знают. Но вопрос выделения средств, а нужно не меньше 100 миллионов тенге на строительство моста, до сих пор не решается. В половоде очень тяжело здесь. Дорога у нас плохая. Ее начали делать, так не доделали дорогу. Смотрю, половину насыпали щебня, половину нет, не насыпали. Мальчонка вот так бывает. Ну еще постоянно снимают, а толку с этого, что снимают. Постоянно снимают, постоянно показывают, а толку нет и не будет. А толку результаты никакого конечного нет. Самое опасное время для вот этого понтона – это осень и весна. Когда замерзает лед, людям проблематично добраться на другой берег. Уже сезон закончился, сегодня закрыт, так как говорится. Но тем не менее, они пользуются вот этим переправой. Мы, чтобы пока лед там пробивает туда-сюда, там все. Чтобы люди там, а то перебегают, ну, чтобы не было таких случаев. Ну, разрешаем, в принципе, им там вот это дело пока. Ну, а что там? Сейчас на наши эти моратории действуют проверки, мы не можем. Но они, тем не менее, они весной пришли, техосмотр прошли, у них есть специальное оборудование, все там, вот, что положено иметь. Когда этот понтон опрокинулся в Октябрьском, вот после этого мост построили там. Сейчас в Октябрьском вопросов нет никаких. А вот в этом, в Садовом, давно надзерело вопрос. Они все, всегда они говорят, что там прыгают, там туда-сюда, там ненормальный понтон и все прочее, прочее. Вот. Давно, конечно, надзерело вопрос. Это не единственная опасная переправа в пригороде Уральска. Похожим способом добираются в Плафе жители поселка Зеленое. И когда решится проблема, пока неизвестно. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня стартовал республиканский конкурс инновационных проектов под названием «Мы. Энергия будущего». Организаторы считают, что свежие идеи молодых людей очень важны, ведь молодежь – это люди, которым предстоит строить будущее нашей страны. Согласен, Айнора, ведь они, как никто другой, видят и понимают развитие энергетики в 21 веке. Олег Великий расскажет об этом подробнее. На конкурс было принято порядка 50 заявок от молодых людей с разных концов республики. Пройдет он по трем направлениям. Нефтегазовая отрасль, связь и IT-технологии, и последнее – это энергосберегающие технологии. Для того, чтобы оценить всю важность представленных проектов, были приглашены эксперты-производственники. Нефтегазовую отрасль мы пригласили представителей с Карачаганак Петрольевым Организейшем. В направлении связи и IT-технологии были приглашены представители с Кастронскома. Энергосберегающие технологии у нас представляет БАЦ-энергоресурсы и также Ауди-группа с БАЦ-энергоресурсами. В конкурсе приняли участие казахстанские старшеклассники и студенты, а также молодые люди до 29 лет. Все заявки принимались согласно закону о молодежной политике и обязательно проверялись на плагиат. Сами участники считают, что идеи молодых людей нужно поддерживать. И такие конкурсы как раз кстати. Обязательно делать, потому что сейчас все-таки 21 век, там на улице выйдешь, конечно, увидишь, что творится. А так хоть это, молодежь будет заинтересована, все же и им плюс идет, и эта работа тоже плюс идет. Также было отмечено, что участие в подобных конкурсах – важный шаг для Казахстана. Это позволит показать возможности и потенциал страны. А лучшие работы будут отобраны на инновационный конвент в городе Алматы. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Ярмарка российского меда Горного Алтая и Башкирии спешит порадовать своих покупателей новым поступлением пчелиной продукции. Это мумио, бальзамы, собранные из трав Горного Алтая и, конечно же, мед. На выбор представлено более 40 сортов меда на разный вкус и цвет. Помимо меда на ярмарке имеется самый полезный пчелиный продукт – это перга. Ее жители города ждали очень давно. Мед обладает удивительными лечебными свойствами, если он натуральный и не прошел технологическую обработку. Такой мед и представлен на ярмарке. Слышав об этой акции, которая проходит здесь, приехала, купила первый раз мед с прополисом. И вот теперь уже стала завсегда темп здесь, этого магазинчика. Ярмарка уже достаточно хорошо зарекомендовала себя и приобретение некачественного меда исключено. Плюс ко всему в ассортименте появились новые бальзамы. Также живица кедрова, которая знает, что это идет полностью в витаминный комплекс всех минералов, жиров, белков и всего остального. Напомним, что при покупке килограмма меда в подарок полкило, при покупке двух килограммов – килограмм в подарок. Ярмарка проходит, как обычно, в фойе ДК «Зенит». График работы с 10 утра до 7 вечера, без выходных и перерыва на обед. Олег Великим, Анарбекуш Алиев, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Осень законно вступила в свои права. Теплые ясные деньки сменились холодными, с дождем и порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки тоже будут дождливыми. Температура воздуха днем составит 5-10, ночью 3-8 тепла. В последующие дни ожидается понижение температуры до нуля днем и до 7 градусов мороза ночью. Осадки не прогнозируются. Такая погода сохранится до конца недели. Стоит отметить, что 21 октября 1965 года на территории области зарегистрирован самый холодный день. Тогда температура воздуха составила 10 градусов мороза. А вот самым теплым 21 октября было в далеком 1938 году. В тот день воздух прогрелся до 19 градусов тепла. И на этом наш выпуск завершен. И эти и другие новости вы всегда сможете узнать на нашем электронном сайте по адресу www.ttk42.kz. Всего доброго и до свидания. Спонсор прогноза погоды – аптечные маркеты «Биосфера». Это аптеки нового поколения, многопрофильные центры здоровья и красоты. АПТОМОЙ «Биосфера» Продолжение следует... Продолжение следует...